МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». В Ленинском районе Самары большое количество жилых домов также строится много нового жилья. Представители ТСЖ, активные жители включаются в реализацию социально значимых инициатив по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Активисты участвуют в региональных проектах по благоустройству, также являются участниками федеральных программ. Благодаря инициативности представителей управляющих компаний во дворах расширяются проезжие части, появляются парковочные карманы и детские площадки. Но чаще всего жители волнуют самый главный вопрос – «Комфортная жизнь в своем дворе и районе». Это программа «Совет моего дома. Как развивается Ленинский район Самары». Говорю с моими гостями в студии Елена Юрьевна Бондаренко, глава Ленинского внутригородского района города Самары, и Елена Владимировна Селиверстова, председатель МКД, улица Дачная, 15. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день! Ну что же, поговорим сегодня о Ленинском районе, о его развитии. Но первый вопрос у меня к вам, Елена Юрьевна. Какие проекты благоустройства, конечно, в Ленинском районе реализуются совместно с жителями, ну и, разумеется, для жителей? Прежде всего хочу сказать о том, что администрация Ленинского внутригородского района, городского округа Самары, действуя в единой команде со всеми органами власти на территории Самарской области, реализует стратегию социально-экономического развития Самарской области до 2030 года и национальных проектов для людей. И главным вектором и ориентиром в реализации стратегии проектов является сам человек, его нужды и интересы. Поэтому все проекты и все мероприятия, которые мы реализуем на территории района, они человекоориентированы, реализуются по инициативе и при непосредственном участии людей. Он не способен просто-напросто реализоваться? Он не способен даже появиться, дойти до бюджетных расходов и реализоваться. Если активные жители, да и просто жители, не будут принимать непосредственное участие в голосовании и так далее. Хорошо. У меня такой вопрос к вам, Елена Владимировна. Все-таки каждый многоквартирный дом располагает, разумеется, прилегающие территории, которые время от времени требуют благоустройства. Свой вклад в обновление дворов вносят жители. Расскажите, пожалуйста, о совете вашего дома. Мы участвовали в программе КГС. Это «Комфортная городская среда». Мы подали заявку в Ленинский район. И нам эту заявку реализовали. В процессе всей работы мы обсуждали с Еленой Юрьевной на совещаниях саму эту программу. Также проект. И даже в процессе того, когда у нас проект реализовывался, на совещаниях мы что-то даже меняли, потому что мы совещались с нашими жителями и уже решали, что им лучше. Потому что в 2016 году это одно хотелось, в 2017 другое. А когда уже пришли к реализации, то здесь уже наши жители предложили свое что-то. И Елена Юрьевна с администрацией, конечно же, пошли нам на встречу, на совещание. Нам все это помогли сделать. «Комфортная городская среда». Вот сейчас у нас двор. Что конкретно вы сделали? В дворе детскую площадку, спортивную, может быть, обновление? Мы сделали большую детскую площадку, установили мафы для всех возрастов. Опять же, это обсуждалось и мамы с маленькими детьми, и опять же, и взрослые поколения. Мы тоже их не забыли. О зеленении территории, кстати, она проходила как с участием этого проекта, так же у нас и наши жители нашего дома со своих дач привезли всякие растения. Мы также все это вместе сажали. До реализации этого проекта, когда у нас наши и ваши подрядчики зашли на объект, мы также провели субботник. И мы инициировали то, что действительно проект у нас начинает сбываться, и, пожалуйста, давайте все вместе поучаствуем. И вы знаете, как бы на удивление все вышли. И младшие поколения, и взрослые поколения, и даже подростки нам помогали. Но когда видно, что неравнодушные жители хотят преобразить свою территорию, и, наверное, и другие подтягиваются, скажут, ну что же мы остаемся в стране, мы же тоже хотим принять участие. Вот, наверное, здесь была такая цепочка. Я здесь добавлю, да, вот, добавлю Елена Владимировна, у нас на этой территории еще мы делали асфальтирование. То есть мы одновременно совместили вот все ресурсы для того, чтобы был законченный проект во дворе. И у нас подход такой, что, как правило, когда мы заходим с проектом во двор реализации, мы стараемся не только выполнить то, что было в заявке, но и максимально привлечь еще и управляющую компанию. И, как правило, жители еще, как правильно сказала Елена Владимировна, участвуют в обновлении территории. Стараемся, чтобы и цоколи тоже подремонтировали, отмостки, по озеленению смотрим, тоже помогаем. Где мы привозим саженцы, вот, ну, как правило, осенью и весной. Но мы стараемся, чтобы облик преобразился в целом. То есть мало, как правило, сделать вот какую-то площадку. Хочется, чтобы действительно вот целиком вся дворовая территория преобразилась. Чтобы поставить точку в этом проекте, минимум пять или более лет, уже знать, что там все в порядке, ну и, конечно, поддерживать просто чистоту. Да, и у нас, вот я тоже приведу пример, есть потрясающие адресы, Волжский проспект 35, где тоже мы в этом году делаем площадку по комфортной городской среде, асфальтируем дорожки. Так там есть, вот, житель старший по дому, он высадил целую сосновую рощу. Потрясающую, вы знаете, это вот целый действительно сосновый лес. А Татьяна Николаевна, вот, прекрасная женщина, тоже, которая живет в этом доме, она посадила красивые цветы, кустарники. И вот общими усилиями действительно создается вот такая комфортная среда на территории. Я еще общие цифры хотела назвать. Да, это тоже интересно, что за период с 2018 года, вот мы по проектам комфортная городская среда, проекту содействия, твой конструктор двора, по инициативе жителей реализовали в Ленинском районе и завершаем реализовываться в этом году в 81 дворе территория. Цифра впечатляет. И 217 адресов во дворах у нас прошли по асфальтированию. Это и комплексное асфальтирование, и текущий ремонт дорог. Вот в этом году у нас 18 дворов мы делаем по комплексному асфальтированию, и 18 дворов по текущему ремонту. И стараемся мы действительно, чтобы был закончен вид на территории. Очень хорошие цифры, и прям вот радует слух, когда слышишь, что действительно в районе работа ведется, и ведутся работы качественные. Есть ли в планах строительство спортивных объектов для детей и для молодежи, ведь это очень тоже важное направление, чтобы наша молодежь была занята делом, а спортом, так это прекрасно. Ну, Ленинский район, я хочу сказать, он счастливый в этом плане. Я хотела бы сказать о глобальном проекте, реализованном, это реконструкция дворца спорта, вы знаете, он появился у нас в прошлом году. Кроме этого, в 2021 году у нас благодаря социальным партнерам и взаимодействию с правительством Самарской области появились спортивные площадки «Современные и красивые» в 132-й школе и в 6-й школе. В этом году у нас, мы надеемся, в ближайшее время завершить долгожданную площадку хоккейного двора на Владимирской 38. Лично я несу ответственность перед всеми детьми, которые проживают в этом дворе, за то, чтобы эта площадка появилась. У нее трудная судьба, у нас повторно мы размещали заказ, к сожалению, в прошлом году у нас подрядчик отказался от выполнения работ, но в этом году зашел ответственный подрядчик, который сейчас работает, и мы надеемся, что скоро эта ледовая площадка появится и будет праздник. То есть зимой уже смогут ребятишки кататься? Мы планируем завершение работ вот до 1 сентября обеспечить. И я несу ответственность перед детками, потому что я помню тот зимний вечер, когда я приехала на эту территорию, ко мне подошли серьезные представители юного поколения и сказали, когда у нас будет хоккейная площадка. Поэтому это моя персональная ответственность. Вот сделаем все, пообещала я ребятам. 8 июля глава Ленинского района Елена Бондаренко проверила, как городские службы отработали замечания, поступившие в адрес властей от самарцев. На территории района выявили несколько точек, на которых у жителей возникло больше всего вопросов. Зарегистрировали порядка 30 обращений. О результатах объезда расскажет Михаил Ермоленко. Смотрим сюжет. Территория двора по улице Молодогвардейской расположена напротив Дворца спорта, а это центр города. Поэтому все, что относится к благоустройству, на особом контроле жителей ближайших домов. На недавнем объезде в рамках проекта «Мой дом», инициированного губернатором Дмитрием Азаровым, глава города Елена Лапушкина получила порядка 30 просьб самарцев насчет облагораживания территории Ленинского района. Один из вопросов касался ремонта арки по адресу Молодогвардейская 209-211. Жильцы были обеспокоены, что рано или поздно она начнет разрушаться. Но благодаря оперативной работе просьбу неравнодушных самарцев передали профильной службе. Результат налицо. Отремонтировали в кратчайшие сроки. На сегодняшний день, если пройти, посмотреть, поднять голову, арка покрашена. Там были восстановительные работы, а именно потолок арки восстанавливался. Заштукатурили, покрасили, привели в порядок. Это делала управляющая компания, которая относится к нашему дому. Также жители ближайших домов пожаловались главе города на ресурсоснабжающую компанию, которая не следит за своей территорией, и на местный магазин, который складирует мусор за домом, а также на баннеры, загораживающие вентиляционную систему и создающие пожароопасную ситуацию. Поступили и другие просьбы. В ходе объезда глава Ленинского района Елена Бондаренко проверила, как были решены все эти вопросы. На еще одном адресе, Чернореченская, 49, проезд на территории двора недавно вскопала одна из ресурсоснабжающих компаний, чтобы устранить повреждения внутренних коммуникаций. Сейчас на участке благоустройство пока не восстановлено в полном объеме, но до конца июля данный вопрос будет решен. Елена Юрьевна, мы сейчас посмотрели сюжет, но я хочу спросить вас, может быть, о еще каких-то спортивных объектах стоит сказать сегодня в эфире? Да, мы в ближайшей перспективе ожидаем появления в Ленинском районе на клинической Чернореченской новые модульные площадки спортивные. Сейчас в проработке, проектировании, отработке технических аспектов устройства этой площадки, она ожидаемая тоже в районе, потому что жители уже задолго дали одобрение использования земельного участка под строительство спортивного объекта на этой территории. И также мы заявили устройство спортивных современных площадок в 148-й, 12-й школе и других территориях, где есть возможность под устройство спортивных объектов для детей. Поэтому я надеюсь, что в ближайший перспективе, в ближайших лет тоже эти объекты у нас появятся. Ну что же, Елена Владимировна, вот такой вопрос к вам. Взаимодействие жителей и администрации по решению вопросов в общем сфере ЖКХ. Скажите, пожалуйста, как ведется эта работа в этом направлении, если мы говорим о вашем личном примере? То есть с какими проблемами вы сталкиваетесь, проживая в многоквартирном доме, и как решаются эти вопросы? Ну проблем, конечно, у нас достаточно, но мы пытаемся все это решить совместно. И даже администрация нам в этом очень активно помогает. Зимой у нас было совещание, ну как бы совещание, либо встреча председателя МКД, администрация Ленинского района, нам ее организовала, с Еленой Владимировной Лапушкиной. На которые приглашены были директора департаментов, и оперативно на этом совещании все вопросы решались. Вот конкретно у меня есть пример, когда я задала вопрос по поводу нашего газона, он не принадлежит нашему дому, он не в нашем владении, и мы не можем никакого измениться, единственное, мы можем только помочь. У нас на нем ставились машины, и этими машинами весь газон был изрыт просто. Вот, и мы ей этот вопрос задали, Елене Владимировне, и она перепоручила в департамент благоустройства, и в ближайшее время, например, там было у нас где-то в апреле месяце это совещание, в мае месяце у нас же было и парковочный карман, и заменили асфальтовое покрытие. Просто вот большое спасибо администрации Ленинского района, что действительно у нас есть контакт наших жителей и руководства. Есть взаимодействие напрямую с администрацией. Да, да, что мы можем высказать это все напрямую и оперативно все это решить. Посоветовали ли вы, вот если житель также сталкивается с проблемами в своем районе, не замалчивать ее, а все-таки идти, обращаться в администрацию, писать письма, добиваться личного приема, ведь власть и администрация открыты для диалога, и мы действительно это видим, что все работает на местах, лишь бы донести свою проблему. Вот вы личным своим примером доказали это. Посоветовали бы вы обращаться? Да, конечно, потому что мы должны общаться, мы должны звонить, мы должны приходить, мы должны так же, вот как мы с нашим советом дома пишем обращение и на них реагируют. Вот конкретно даже сейчас, как бы мы обратились к Елене Юрьевне по поводу горячей воды в нашем доме. Это наша, честно говоря, болезнь, потому что подачный проходит трасса, которая ремонтируется каждое лето. И на данный момент у нас, ну где-то недели три всего была горячая вода в нашем доме, но это не только наш дом, там эта трасса проходит вниз подачный, включая Тухачевского и уже Зеленодорожный район. И вот сейчас мы обратились к Елене Юрьевне с просьбой, чтобы проконтролировали хотя бы ход работ, да, теплосетей, чтобы не участками меняли, потому что даже наши жители подходят. И организация просто меняет частично трубы и получается так, закопали и уже через неделю следующий прорыв и начинается ремонтная работа. И, конечно, жители возмущены этим и пишем в приемную президента, у нас люди грамотные теперь, вот, и в администрацию, но сама проблема, она как-то вот немножко встала. Я здесь поясню, да. Да, Елена Юрьевна. Вот первое, я хочу сказать о проблемах, связанных с теплоснабжением, с водоснабжением. Здесь, конечно, проблема связана с тем, что сети у нас устаревшие, они, конечно, ремонтируются. В прошлом году, вы знаете, был рекордный объем выполнен перекладки сетей по горячему водоснабжению, по холодному водоснабжению, но пока еще недостаточно. Мы, понимая, что действительно есть у нас болевые точки в районе, где постоянно происходят аварии, зачастую на одних и тех же местах, подготовили перечень этих мест и направили обращение в сетевые организации для того, чтобы они включили свои инвестпрограммы в программы развития и для выполнения работ по замене в ближайшее время. По данному адресу мы тоже повторно направим обращение. Я надеюсь, что во взаимодействии мы эту проблему решим. Я хочу также сказать о том, что поблагодарить в решении наших проблем и администрацию городского округа Самары, Елену Владимировну Лапушкину, наши все отраслевые департаменты из администрации и структуру органов власти Самарской области за эффективное взаимодействие в решении всех вопросов. Потому что только администрация района мы не смогли бы их решить. К счастью, вот такое взаимодействие есть и многие проблемы, они решаются. Также я хотела сказать, вот пользуясь случаем, вот возможностью всем жителям о том, что сегодня открыты все каналы связи для передачи экстренных сообщений органам власти всех уровней, в том числе администрации района. Я хочу напомнить всем о том, что есть, конечно, и прием граждан головой, который проводится дважды в месяц, но понимая, насколько важен диалог в режиме каждого дня, мы еще организовали, вернулись ко вторнику, это день открытых дверей в администрации, во вторник в 14.00, каждый человек может прийти с любой проблемой для ее решения. Также для удобства у нас заведены аккаунты лично, мною и администрации района в трех сетях, это Одноклассники, ВКонтакте и в Телеграм-канале. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, направляйте обращение и получайте всю актуальную информацию. Мы публикуем там информацию и по отключениям, и по возникающим проблемам, которые есть и как они решаются, и по реализации проектов, и по культурным и спортивным мероприятиям, и иную полезную информацию для всех жителей. Поэтому тоже пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Да, я еще напомню, у нас через госуслуги можно через платформу обратной связи также направлять обращения. Тоже они активно отрабатываются. И за поставленную задачу всем органам власти отрабатывать все обращения, которые поступают от граждан в кратчайшие сроки. Да, я подписана тоже на все районы внутригородского округа Самара. Но я хочу сказать вам, вы очень современный глава. Постоянно у вас в ВКонтакте обновляется информация и о встречах жителей, и о различных мероприятиях. И лично вот вы такую действительно активную позицию ведете и придерживаетесь. Но вот социальные сети действительно работают, и обратная связь через них с жителями важна и нужна сегодня. Она важна и нужна. Я всегда благодарю жителей за сообщение о какой-то проблеме. Это действительно помогает и нам в работе. Потому что благодаря вам, активным жителям, мы иногда получаем ту информацию, которой, допустим, мы не владели. А вы нам сообщили, мы задачу быстро решили. Достоверная информация, Елена Юрьевна. Ну, в большинстве своем это достоверная информация, но у нас принцип работы такой. Вот, как правило, когда мы получаем сообщение, мы стараемся сразу выехать на место. И я легкая на подъем, уже жители многие знают, что вот как только получаю информацию, стараюсь и сама приезжать во двор. Для того, чтобы услышать самую проблему и как можно быстрее ее решить. Посмотреть на месте. Да, потому что проблема ЖКХ – это непростые проблемы. Они требуют, как правило, комплексного решения. Поэтому вот мы для этого и существуем, для того, чтобы быть с людьми и решать вот эти все вопросы. Я хочу поговорить об очень важном проекте на сегодня. Это проект «Мой дом». Давайте озвучим, наверное, какие-то важные моменты реализации этого проекта. Ну и, конечно, если есть какие-то адресные подтверждения его реализации, то прошу вас их озвучить. Проект «Мой дом» – это уникальный проект, потрясающий, я бы сказала, потому что он отвечает требованиям сегодняшнего дня. И тоже направлен для удовлетворения жителей. Он инициирован губернатором Самарской области партии «Единая Россия» и реализуется во всех районах. В чем его преимущество? В том, что жители, которые участвуют в этом проекте, а это, как правило, старшие по домам, они получают самую актуальную информацию, методические рекомендации по управлению домами, получают информацию новую о развитии системы ЖКХ. И тоже имеют возможность свои проблемы озвучить непосредственно Дмитриевичу Азарову, который проводит и непосредственное участие в заседаниях через систему видеосвязи. Елена Владимировна Лапушкина у нас по проекту «Мой дом» тоже приезжает во дворы, в районах для того, чтобы тоже услышать, какие проблемы самые насущные у жителей и обеспечить их решение. Потому что вы знаете, что у нас часть проблем, она решается только в взаимодействии у нас через отраслевые департаменты. Поэтому очень важно в рамках этого проекта, чтобы принимали участие все органы, власти и структуры. В этом проекте у нас участвуют и Министерство энергетики ЖКХ, и Фонд капитального ремонта, и Государственная инспекция жилищной Самарской области, и другие представители, депутаты. Поэтому, конечно, это уникальная возможность для жителей. И сегодня мы через этот проект «Мой дом» тоже реализуем проект по обучению жителей, по методической помощи, по подключению, по регистрации в госуслугах, по регистрации в системе ГИС ЖКХ. Методически даем рекомендации по проведению общих собраний в электронном виде. Все то, что актуально сегодня нововведение в сфере ЖКХ, мы через этот проект «Мой дом» преподносим людям, для того, чтобы действительно повысить эффективность управления ЖКХ. В Ленинском районе Самара продолжается благоустройство дворов. Вот так новая и современная спортивная площадка уже в этом году появится во дворе по улице Прибрежной. Все работы ведутся в рамках проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробности в нашем сюжете. Жители дома по улице Прибрежная 10 – творцы своего уюта. Год назад решили принять участие в проекте формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Вместе с администрацией Ленинского района разработали дизайн-проект. Результат не заставил себя долго ждать. Совсем скоро здесь появится современная и комфортная спортивная площадка. Нам захотелось благоустроить наш двор, чтобы у нас было красиво, чтобы было где провести время и молодым, и пожилым. Были разные у нас варианты. Мы хотели сначала детскую площадку, но детская площадка внизу. Мы решили, что лучше спортом будем заниматься. Обратились, нам помогли. Администрация во всем нам помогает. Работы уже идут полным ходом. По проекту здесь появятся турники и брусья. Будет уложено резиновое покрытие. Все дорожки заасфальтируют, поставят скамейки. Также обустроят прилегающий к территории газон. Сейчас мы делаем подготовительную работу, после чего будет установлено оборудование и уложено резиновое покрытие. По срокам работ у нас сроки до 1 сентября, но мы идем с опережением графика. В Ленинском районе Самары активно ведутся работы не только по программе формирования комфортной городской среды. Всего в этом году будет выполнено 12 дворовых территорий, благоустроенных по программе ФКГС, и 3 территории по проекту содействия. В этом году мы делаем комплексное благоустройство асфальтирования, замена борта 18 адресов. И 18 также адресов, это у нас будет выполнен текущий ремонт, в том числе те приоритетные адреса, которые определены по предписаниям ГИБДД. Контроль за выполнением работ на всех объектах под пристальным вниманием жителей, общественников и администрации Ленинского района. Каждую среду у нас называется строительная среда, и мы делаем комплексный контроль выполнения работ с участием тех надзора. Обязательно управляющие компании у нас принимают участие, управляющими к районам и представители жителей, которые подавали заявку, и представители администрации. Таким образом, мы комплексно решаем все возникающие вопросы для того, чтобы обеспечить высокое качество работы на выходе, и чтобы все жители были довольны. Отметим, за последние 4 года в Ленинском районе благоустроили 79 дворов. Кроме того, в 81 дворе провели комплексное благоустройство. На 100 площадках выполнили текущий дорожный ремонт. Елена Юрьевна, хочется подвести итог нашему сегодняшнему разговору. Понимаю, что еще о многом есть, что вам сказать о вашем районе, о благоустройстве, о новых проектах. Но вот тем не менее, сегодня и сейчас, подводя итог нашему разговору, что важное и самое главное для жителей Ленинского района вы сегодня хотите сказать? Самое главное я хочу сказать всем жителям Ленинского района, города, о том, что у нас предстоит в январе следующего года знаменательное событие, 90 лет образования Ленинского района. Поэтому эта дата для нас будет очередной вехой, когда мы доложим о результатах той работы, которую провели для людей в Ленинском районе, расскажем о своих перспективах и надеемся, что жители примут активное участие во всех мероприятиях, будут проводиться в изнаменовании этой знаменательной даты. Пользуясь еще возможностью, я обращаюсь к жителям по активному участию в подаче заявок до 1 сентября, по участию в проекте «Содействие». Мы окажем всю методическую помощь для того, чтобы эти заявки успешно были поданы и прошли на конкурсе. И также просим жителей активно принять участие в подаче новых заявок по программе «Комфортная городская среда». Особенно тех домов, территории которых поставлены на кадастровый учет. Потому что асфальтирование этих территорий возможно при условии, что жители подадут заявки на участие в программе «Комфортная городская среда». Всех ждем, всем поможем. И еще одно сообщение. Мы гордимся, что в Ленинском районе, в ТОСе-Мичуринске, родился современный актуальный проект, связанный с цифровизацией. Это ТОС-Коннект. С 5 сентября мы ждем всех жителей в двух центрах на Чернояческой 49, на Клинической 20. Приходите. В рамках этого проекта будет вестись регистрация жителей на госуслугах, помощь регистрации в ГИС ЖКХ и методическая помощь по использованию соцсетей. Это современная необходимость для людей, которая даст много преимуществ. А какие планы у вас? Как будете продолжать работу с жильцами своего дома? Ну и может быть какие-то есть пожелания? Вот сейчас глава сидит рядом с вами. Может быть над какими-то совместными проектами уже стоит начать работать именно сегодня? Ну мы активно также работаем с организацией ТОС Юлией Викторовичем Демиловановым, которая нам предоставляет информацию о всех программах, которые будут реализованы. Спасибо вам большое за интересный и полезный диалог. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили мои гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы, отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова